У нас есть еще одна душа. Какая душа? Что? Это называется Животная душа. А есть Божественная душа. Божественная душа это как, знаете, почему евгении все время качаются. Он молится, качаются, качаются, качаются. Вы признаете, что не качаться. Знаете, что я отвечаю на это? Это не мать, этот ответ алтавер. Когда ты смотришь на свечку, свеча, она что с свечой происходит? Она все время убегает. Тянется вверх. Тянется к свечу света, к солнцу. Когда человек молится, когда человек учит то, его душа, Божественная душа, есть низ, который тянет все вниз, но у него есть Божья душа, который тянет его вверх. Она тянется к свечу света, вместе. И вот это у нас идет постоянно, вот эта борьба, Божья душа у нас тянет вверх. Животная душа тянет нас вниз, и у нас бардак. Что такое бармитсва у еврейского мальчика, или бадмитсва у еврейской девочки в 12 лет? Это тот момент, когда эта Божественная душа проявляется. То есть до 13 лет у девочки, до 13 лет у мальчика проявляется, жило только в его жизни, животная душа. С 13 лет с бармитсва, в этом суть бармитсва, начинается, проявляется у человека его Божественная душа. Ему желают приносить свет в этот мир, свет другим, что это с Богом, учит, то приносить свет в этот момент, когда появляется, раскрывается, 13 лет у мальчика, а у девочки все раньше, созревает много раньше, в 12 лет. Все. Это и есть. Сейчас из-за этого получается тут, что подсознание человека по шлемалу койду, в чем суть человека? Низкое, злое животное. В чем суд человека подсознание по алтере бе, по учению хазитизма и каббалы? Божественность, частица Бога. То есть, совершенно другой подход на подсознание. В чем суть человека? Тут суть человека, это частица Бога, кто будет закрыт огромным количеством грязи и одеяний, и она даже, ты даже не подозреваешь о ней в какой-то момент, но она там есть, и это суть его? Или же, что вся суть человека это только низменная, амбиции и все? Фойду. То есть, из-за этого подключиться к подсознанию по фойду нам, получается, нет смысла. Мы подключаемся к самому низменному низкому. По иударизму, по каббале, вся суть и вся идея борьбы нашей с печенью, с низким, это отключиться, тут будем говорить, как это делать, отключиться от печени, отключиться от животной души, дать ей немножко отдохнуть, описываю, и подключить свое подсознание, а подсознание человека это что? Это божественная душа. И вот это наше, и это и есть подсознание человека. и как только тебе удается, и вот это наша цель с Божьей помощью, удается что сделать? Учить эту животную душу, дать ей немножко отдохнуть, а то она обедная 24 часа, пусть немножко отдохнет, и включить, подключиться к своему божественному, все остальные проблемы уходят, все исчезает. Это наша задача. За этого и нужна медитация. Да, это мы что-то будем говорить. Есть то, что называется, знаете, вот я учился в Ещеве по хавате в 13 лет. В 13 лет мы просыпались, я, кстати, у меня была моя подработка в Ещеве, я был тот, кто будил всех утром в общежитии. Это все же. Мы просыпались в 6.30 утра, и мы до 9 часов выхшили во-первых в Микру, очищались, делали духовное очищение, потом начинали изучение кабалы, кризисной кабалы, с 7 до 9 часов до молитвы. Это была подготовка только к молитве. 2 часа мы изучали кабалу как подготовка в 13 лет. То есть как подготовка в молитве, потом вечером у нас были еще 2 часа кабалы, в 10 часов вечера. У нас был день с 7 до 10.30 каждый день, 12 лет. Но, потому что до молитвы еще получить эту любовь, чтобы была связь с Богом, ты должен изучать кабалы, чтобы ты мог осознать и подняться духовно, и только тогда началась молитва. Но есть моменты, когда сейчас у тебя нет времени, в субботу вообще нас, в субботу нам давали время, мы начинали молиться вместе с меня, а потом каждый начинал молиться индивидуально, молитву могла брать у человека индивидуально 6-7 часов субботнюю молитву утреннюю. Но, когда у человека есть кризис, в этот момент, иногда не с кем разговаривать, ты не с кем разговаривать вообще, как пишет алтарабе, как бы мозг не находится на своей месте, с кем ты вообще говоришь. Но в этот момент надо делать определенные действия, где у человека сейчас отключат животное, отключат мужественное, а потом между одним проявлением и вторым ты занимаешься медитацией, тоже, чтобы здесь проходить, только медитация и музыка это многое другое, что мы говорим без системы КТОМОТОБРА. Это называется проводки длинный путь. То есть, что делать, когда тебе плохо, чтобы сейчас это отключить, а потом есть длинный путь, когда ты занимаешься постоянно изменять умные возрасти.